Приветствую вас, друзья, на канале обучения и саморазвития. Сегодня поговорим о том, как стать богатым и успешным по рецепту одного из самых богатых и мудрых в данном вопросе людей планеты. Правда, как любил шутить непревзойденный Михаил Задорнов, богатый это не тот, у кого много денег, богатый это тот, в ко много бога. А тот, у кого много денег, тот коллекционер. Очень точно подмечено. И действительно, богатство приходит именно к тем, кто живет в гармонии со вселенной. Бывают из этого правила по всей видимости и исключения. Впрочем, чаще всего мы просто не видим картину целиком. И то, что нам кажется нелогичным и несправедливым, просто пока что находится за гранью нашего понимания. Итак, попробуем узнать секреты богатства известного миллиардера и рассмотрим знаменитые 12 правил Джона Рокфеллера. Джон Рокфеллер в данный момент все еще может считаться самым богатым человеком в мире. Он прошел путь от простого бухгалтера до богатейшего человека на планете. Сегодня бы его состояние оценивалось примерно в 200 миллиардов долларов. На своем пути к успеху Джон Рокфеллер соблюдал несколько правил, которые и сделали его успешным. По крайней мере, чтобы повторить чей-то успех, следует обратить внимание на то, каким путем этот успех достигнут. И именно это мы попробуем сделать на примере 12 правил богатства Рокфеллера. Первое правило Джона Рокфеллера гласит, меньше работай на кого-то. Чем больше ты работаешь не на себя, тем хуже ты живешь. Не зря славяне говорили, что работать от слова раб. В самом деле, если подумать, то пока человек сдает себя в аренду, он вряд ли сможет достигнуть успеха в финансовой сфере. Потому что, как правило, человек редко получает достойную оплату своего труда. Выкладываясь на полную по 8 часов в день, человек не получает и половины реальной стоимости своего труда. Второе правило Джона Рокфеллера гласит. Эконом деньги. Ищи, где можно купить продукцию дешевле или оптом. Составляй список покупок, заранее и покупай только то, что есть в списке. Пожалуй, это основа успешного бизнеса. Ведь прибыль делается именно на разнице. Чем больше разница между теми средствами, которые мы вложили, и теми, которые получили в качестве прибыли, тем более успешен наш бизнес. Ну а вторая часть этого правила, наверное, будет актуальна и в повседневной жизни. Как часто нам с вами предстоит такое, что, идя в магазин за хлебом, мы возвращаемся с полным пакетом покупок, половина которых нам и вовсе оказывается не нужны. Дисциплина. Вот к чему призывает Джон Рокфеллер в своих правилах богатства. Третье правило Джона Рокфеллера гласит. Если у тебя мало денег, надо делать бизнес. Если денег нет совсем, надо делать бизнес срочно. Это правило в чем-то пересекается с первым. Если у человека нет денег, то заработок путем наемного труда вряд ли решит проблему. По вышеописанной причине едва ли удастся найти того, кто достойно будет оплачивать труд. Поэтому единственный метод скопить капитал – это открыть собственный бизнес. Правда, пока что не совсем понятно, где же взять стартовый капитал. Если денег нет совсем, то реально, когда у вас есть большое желание, то всегда можно найти инвестора или придумать что-нибудь оригинальное или перспективное. Тогда, возможно, инвесторы найдут вас и сами. Помните, главное – никогда не сдаваться. Четвертое правило Джона Рокфеллера – путь к огромному богатству лежит только через пассивный доход. Создай источник пассивного дохода и живи в свое удовольствие. Это и есть секрет обогащения миллиардеров. Точнее, один из главных секретов. Пока источник дохода у человека не является стабильным и постоянным, ни о богатстве, ни о вообще спокойной жизни говорить не приходится. И только в случае, если организован постоянный пассивный доход, тогда обретают уверенность в завтрашнем дне. Но чтобы организовать пассивный доход, придется немало потрудиться. Пятое правило Джона Рокфеллера. Думай о том, как заработать минимум 50 тысяч долларов в месяц. Можно больше, меньше нельзя. Цифра, разумеется, является условной. Но тут важнее сам принцип. Важно ставить себе задачи, тогда будет мотивация к тому, чтобы постоянно развиваться. И самое главное – задача должны меняться. Разве можно себе представить корабль, который никогда не меняет своего курса? Такой корабль будет вечно огибать землю, пока не иссякнут его запасы. Поэтому не стоит привязываться к конкретной цифре в этом правиле. Тут важен принцип постоянно ставить себе цели и стремиться их достигать. Это путь к успеху. Шестое правило Джона Рокфеллера гласит. Деньги приходят к тебе через общение с другими людьми. Общайся. Необщительные люди крайне редко становятся богатыми. Почему этот пункт включен в 12 знаменитых правил богатства Рокфеллера? Тут, в принципе, тоже все очевидно. Общение с людьми – это обмен знаниями, опытом. Это взаимовыгодное сотрудничество. На ум сразу приходит та притча про то, как можно сломать соломинку, но невозможно сломать веник. Здесь то же самое. Командой можно работать быстрее и эффективнее. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео? А главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости. А мы продолжаем. Седьмое правило Джона Рокфеллера. Бедное окружение практически всегда тянет тебя в бедность. Всегда надо общаться с победителями и оптимистами. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. С кем поведешься, от того и наберешься. Эти поговорки мы слышим с детства, но почему-то часто выбираем себе не тех друзей и не то окружение. Окружать себя следует теми людьми, с которыми нам по пути. А самое главное, эти люди должны быть способны к развитию и вдохновлять нас на это. Как очень верно подмечено, общение с нытиками и хроническими неудачниками сделает нас такими же, ибо осознанно или нет, но люди перенимают повадки и мировоззрение тех, с кем общаются. Восьмое правило Джона Рокфеллера. Бедность возникает, если уклоняться от ответственности. Не придумывай себе оправданий, почему именно сейчас ты не можешь идти к своей цели. Брать ответственность за себя и свою жизнь – это признак успешного человека. Именно это правило – один из секретов богатства успешного миллиардера Рокфеллера. Тот, кто постоянно винит окружающих или обстоятельствах, своих проблемах, так навсегда и останется нытиком, который ничего не добился в жизни. А привычка постоянно откладывать на потом похоронила уже не одну мечту. В психологии это называется прокрастинацией. Человек не готов встретиться с переменами и трудностями, и поэтому, осознавая всю важность запланированного, откладывает исполнение своих планов на завтра. И это завтра никогда не наступает. Девятое правило Джона Рокфеллера гласит. Изучай биографии и мысли самых богатых людей мира. Чтобы добиться успеха в чем-либо, нужно изучить путь того, кто добился успеха в этой сфере. Когда ребенок хочет научиться драться, он идет в секцию бокса и берет пример с тренера, который достиг успеха. И это правило работает в любой сфере. Иногда нужно просто брать пример с успешных, чтобы добиться успеха и самому. Десятое правило Джона Рокфеллера гласит. Мечты главное в твоей жизни. Человек начинает умирать, когда перестает мечтать. Важно понимать, что мечты должны мотивировать к действиям, а не просто быть несбыточными грезами, в которые человек убегает от реальной жизни. Часто можно видеть такую ситуацию, когда в реальной жизни у человека нет никаких успехов. Но его это и не волнует. Он живет в каком-то своем мирке, где у него все хорошо. Так вот, мечты — это не об этом. Мечты — это то, что вдохновляет на развитие и борьбу с препятствиями. Одиннадцатое правило Джона Рокфеллера. Помогай людям. Не за деньги, а от чистого сердца. Десять процентов прибыли отдавай на благотворительность. Правило богатства знаменитого миллиардера очень простое, но в то же время его надо правильно понять. Это то, о чем было сказано в самом начале. Богатый — это тот, в ком Бога много. Не оскуднеет рука дающего, сказано в Библии. Наш мир подчинен закону причинно-следственной связи. Нам возвращается то, что мы транслируем в мир. И если мы отдаем, нам возвращается. Это неизбежно. И чем больше отдаем, тем больше возвращается. Но важно понимать, что жертвовать нужно с пользой. Давать деньги алкоголикам и больным детям не самое лучшее пожертвование. Ваши деньги — это ваша энергия. И вкладывать ее нужно в развитие, а не в то, чтобы напоить алкоголика или продлить страдания уже точно безнадежного больного ребенка. Вместо того, чтобы построить десяток школ для здоровых детей, как часто и бывает. Двенадцатое правило Джона Рокфеллера гласит. Создавай бизнес-системы и наслаждайся своими заработанными деньгами. Тут все также очень просто. Очевидно, что чем более мудрую и эффективную бизнес-систему вы сможете построить, тем более богатым вы станете. Проблема многих, на первый взгляд, успешных бизнесменов — в их жадности. Накапливая средства, они порой забывают о цели. И целью для них становится, собственно, накопление. И Джон Рокфеллер предостерегает от попадания и в эту ловушку. Деньги должны быть средством, а не самоцелью. Это были все правила богатства Джона Рокфеллера, которыми тот пользовался при построении своего бизнеса и завещал своим потомкам. Может быть, не все из них будут для вас актуальными, но что-то полезное наверняка каждый сможет подчеркнуть. Мы же вам настоятельно рекомендуем ознакомиться с другими видео на нашем канале «Обучение и саморазвитие». Несомненно, они будут полезны и станут для вас настольной книгой. Всех вам благ и удачи! Но на этом еще не конец. Вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт – портал обучения и саморазвития, где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра!